Диск плоского муна Мистер Зимовой, ты собираешься помочь мне? И я был занят. Я заморозил зубы феи. Мистер Чайчай, берите зубы и пойдем. Между прочим, в зубах заключается гораздо больше репли, чем вы думаете. Показали диск плоского меры, теряя зубы в параллельной вселенной. Зачем ты бахнул столько зубов? Она решила починить тебе весь мир? Это идиотизм. Нет, это непостижимость. Это непостижимый идиотизм. Он же предупреждает мне об этом. Я. И мы. Пойдем посмотрим. Быстрее, ты должен пойти со мной. Почему? Потому что если ты не пойдешь, я тебя убью. Если ты сделаешь все, что я скажу, волшебник. О-о-о, а я чем это сделаю? Тогда тебя ждут невообразимые ужасы. Все обитать невообразимым и ужасом состоит в том, что их слишком легко пообразить. Что в это я хотела? Зубы? Ну это же древняя темная магия. Надеюсь, тебя не смущает, что она темная. У меня же самый лучший волшебник на диске. Волшебник? А в собаке не просто. А-а-а! О, ты не сильный. Я еще никакой не огуренный. Ангел не огуренный. Мы эфирные. Тогда почему ты не можешь потянуть круг и ссорить? Ты падший ангел? Ну, когда я говорю, ангел, не то, чтобы падший, а скорее тихонечко спешит. Я считаю, что со мной сделают там, внизу. Думаю, примерно то же, что сделали со мной наверху. А, просто. У вас же там непостижимые мировоззрены. Да? А ты с случаем на море никогда не бывал? Послушай, ну ты должен хотя бы спасти зубы. Долго? Тогда те меня умили. У лишь есть великий иван, за который стоит подать жизнь. У меня такие дела. Потому что жизнь у тебя одна, а великих делах как собак нелезанных. О, боги. Да как же можно жить с такой философией? Долго? Ух, со мной, госпожа. Ну, понимаешь, я человек, а ты... Я Симурок. Вот именно. Кто здесь? Хм, интересные у тебя поклонники. Он и вовсе не мой поклонник. А я, вовсе не любой. Но не обманешь, феромоны. Старая добрая сексуальная алхимия. Эх, ты что-то хотели? Мы вообще-то пришли к матушке Петровоз. А она за глянцей, я с нее. И так, мы нашли ведьму. И что теперь, дедушка? Так ты, внучка смерти? Что ты знаешь о зубах, юная ведьма? Потерянный зуб открывает человека для любого колдовства. Ну, так что случилось? Я вас думаю, что... Ну, я же ничего и не поняла. Мы тоже. Думаю, я вовлю суть. Королева Эльфа зубы украла. Она из другого мира сбежала. Забытые Эльфы скоро вернутся. С автокрятусов они разберутся. Дубные феи тоже умрут. Им отцелится Эльфов триумф. Эльфы доминируют и люди подчиняются. Да тут уже с Атамазом начинают заелывать. Увы. Командор, что с вами? Эльфы. Но, но ведь их не существует. Эльфы существуют. О, да. Эльфы фантастичны. Они создают фантазии. Эльфы очаровательны. Они очаровывают. Никто ни разу не сказал, что эльфы хорошие. Потому, что на самом деле они плохие. Но в сказках они танцуют и поют и песенки. Вот что в этом мире хорошая память. Да, они танцуют и не поют песни. Вот ведь детенки не имеют соседа. Конечно, Эльфы очень недородные. Только весело им. Они боятся железа. И крадут детей. Еще они пьют молоко. И не очень-то любят солнечный свет. Когда они вернутся, солнце не взойдет. Тогда останови их. Это дело касается только людей. У вас есть какой-нибудь опыт с одной эльфой? Нет. У нас большой опыт отсутствия опыта по борьбе с эльфой. Тогда я победу бабу. А мы можем им доверять? Ну, ему можно доверить собственную жизнь. Но только дурак доверить ему хотя бы доллар. Я вижу какой-то замок. И кругом снег. Снег, если хоть заварюсь. Эй, 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 эй. Здесь кто-нибудь? Я ничего не чую. Похоже, здесь никого нет. А-а-а-а. Чи-и-и. Все. Прибал. Все-таки, сэр. Неужели эти какие-то такие злые? Ну, смотри. Если вновь не подзывали твоих летчиков, то они сделают. Они при первом, что он был там слушать. Развыкают тебя на кусочек. Вот. А если потому, что вновь не казалось, что-то приехал. Почему ты пошел с нами? Коэн? Хотела деться гулять у меня десятками отелитных домов. Есть у меня один знакомый стоматолог, которым у меня назвательно. Стоматолог? Вот уже 18 лет я ем только суп. Я знаю 200 рецептов этого проклятого супа. Так что заруби на носу левоцкой. Белитые тяности человеческой жизни – это горячая вода, хорошие стоматологи и дактая творительная бумага. Большое спасибо за суп. Ты его даже не попробовала. Да, но очень внимательно рассмотрела. Тебе нравится девушка для польца? Ну, Анна, она, я не знаю, как мне об этом сказать? Когда я был пацаном, то чтобы понравиться девчонке, надо было сделать эту любовь в свою лучшую продукцию. Теперь как-то сыты и больше входят. Смотрите, что я нашел в полгриме. Ты привлекла к себе внимание зимних дел мастера. Кстати, как он танцевает? Красиво? Ну, любителя. Но это самый большой проблемный, который ты должна будешь решить. Капитан, сэр, вы пьяны? Что это в эпизоде? А-а-а-а, это вам не хухрым-хрым, да, Морков? Да, да, никогда не видел хухров. Но это точно не видел. Это эльфа-клеверный меток. В замке холодно, а он отлично согревается. Бедня, правда, в темно-синем лесу, где-то в нем еще красиво. Стоп, 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 стоп. Дайте, дайте, дайте. Дайте, сняп, пройдем. Пройдем, она не пролечет. Откуда так дует? А где моя шляпа? Это имеет значение. В настоящее время всегда носишь шляпу. Ночь почти на такой шаг. Привентик. Откуда взялся? Я слышу тебя, господа. Где бы я ни был, а я везде, где зима. Скоро вы встретимся, господа. Ведь я делаю из себя человек. Сначала он так одел, по маме. Он просто хотел, как я шляпу. Альфа-клеверный меток. Давай танцевать. Так что здесь... А-а-а-а! Реже, тихо! Привет! Ты верима? Я не знаю, что вы не получите. Не могла бы ты подмести вот эту соль, похудаться? Вы беспорядки. С этом, да и могу. А-а, сколько я тогда буду танцевать? Я просто не знаю, как... Ох! Собаки! И вот сейчас мы подержим, да? Сейчас мы пойдем. Главное, вести себя непривызненно, плюс правильно рассчитать время. А сейчас? Думаю, сейчас уже пора. Кто это? Эльфа Бойхе. Они в древнем зала. И нах. О, надеюсь, для них тут есть что-нибудь вкусненькое? Да. Мы. Ах, эти твари! У меня жаль на загритке. Дымом встает. В стране эльфов не ешь ничего, не пей ничего. А соняна, везет в воду. Как малыш на югидоре, черт поддам не пишет. И поддам не родового, ведь речка пишет. Из-за дачной ноги, ведь речка в воду. И не надо ее ни как уйти. Иногда! Жару и сушу шучу, чтоб левого расти. И не только ночи, и великий, и великий, и великий. И вся сонка сделана, как улыбкает. И ее сонятую, не пей, не пей, не пей. И не пей. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Надеюсь, ты не станешь помышлять о том, как бы ускользнуть от своих обязанностей и избежать замка. Такая мысль мне и в голову не приходила. Неужели? Молодший котел Англ, очнись здесь. Тряпка! Когда ты уже что-нибудь сделаешь? И я же тебе нравлюсь! Англ, ну и здесь же. Ой, теперь я чую эльфов! А-а-а, но слишком много железа. Это плохо. Но вам не избавиться от эльфов. В ваших головах такие небесполезные. Слишком человечное существо не способно победить. Селенное устроено иначе. И это правильно. С эльфами сражаться нельзя. Выничтожены. Эльфы прекрасны. А вы не. Города, я в эльфах. Ничего себе не знаю. Так что можешь проваливать. Ах ты же ведьма. И я только учусь. Но ведьм присматривают за границами и охраняют от таких коттей. Ты убьешь меня? Какой смысл убивать противника? Ведь тогда он никогда не узнает, что проиграл. Зимний дел, мастер. Помоги мне. Ты хотела, чтобы везде льдал снег. И я сделала. Теперь будет зима. Всегда. Взамен я получу тихо не боли. Что-что? На твоей родине наступит лето. И ты будешь счастлив. Ты станешь моей невестой. И я буду счастлив. Счастье — это когда все по правилам. Теперь я человек. И я в этом наследуюсь. Пойдем, я тебе покажу мой мир. Наш мир. Все там не торглись и альфы. Так теперь наступит вечная зима. Так возвращайся к своей горе. Избери с тобой зиму. Нет. Я весь зима. Тиффани. Быть ведьмой значит удерживать равновесие. Я знаю. Сто же от огня. Исчез. Он растаял. Позже я еще буду тваркать по зимовому, который так хотел был человеком. Принесись, пожалуйста, к треку. И шваку. Интересно. А можно ли убить смерть этим самым особым мечом? Причем это даже не будет считаться убийством. Скорее, одолжение им обществу. И подобное деяние обязательно берут в историю. Если ты победишь, тебя определенно запомнят истории. Вот-вот. Мало того, что я не знаю, сколько. Мы нас наверняка запомнили. Да. Если... Если проиграем. Тогда ты очень пожалеешь, что не выиграл. Привет, мистер Чай-Чай. Нет. Отравление тяжелыми металлами. Это как? Как тебе это как, Бритя? Ты же мне подвернул. Я думала, у тебя есть план. Я планировал посмотреть, как ты поступишь. А если бы я ничего не сделала? О, я что-нибудь придумал бы в последнюю минуту. Думаете, победили? У меня есть зубы. С их помощью. А все-то? Это теперь у меня есть зубы. О, проклятый радикумент. Ну что, старись, Годова? Попади мне. Ага, что надо делать? Упыть колено в поясницу. Еле все потяни. О, как хорошо. Вы рисованы. И будете доставлены в банк-макборк. Не кратись. Мне кажется, из нее еще можно выйти в кухне-кадыбе. Сейчас либо оставаться. А мы, как мы с ним, уже обратно в банк-макборк. Все? Они наконец все учили? Да. Я всегда хотел знать, про ли чего ты помогаешь нам. Сьюзан. И Коши. Коши – это хорошо.